Теперь смотрим сюда. Зачем нам вот эта вот картинка нужна? Ну, давайте так. Дальше о наболевшем. Смотрите, допустим, есть у нас ГСУ, есть у нас научно-исследовательские институты, есть у нас плодопитомники, которые имеют звонки названия, типа научно-производственные и что-то нечто подобное. Часть всего научно-исследовательские институты, но есть и действительно научные. Меня поразил один из них, я сейчас уже не буду трепать, в свое время достаточно трепал их эти названия. У нас 20, там, с чем-то кандидатов наук, у нас там 8 этих докторов наук, вот. И фотография красуется Железова. Представляете, это что и все? Фотография Железовского абрикоса. Не хочу повторяться, не хочу называть название, но стыдно должно быть. Вот. Ну, раз мои фотографии, значит, нет у них никаких абрикосов. Так, купи-продай, купи-продай. Западная Европа. Завал дешевых, которые у нас погибнут. Страшнее всего, когда мои друзья взяли, не то, что их разоблачать, но просто интересно. Вот, правда, есть маточный сад. Вот, правда, есть свои абрикосы. Вон, какие красивые. Там, одни из них мои фотографии, а другие-то неизвестно чьи. Может, байкаутские. А вдруг их нет. А вдруг? И вдруг ответ. Да, у нас нет своих. Но, а дальше гордо. Зато наши поставщики, это питомники, ну, естественно, западные имеются в виду, юг и запад, то есть западная Европа. Наши питомники с это самое, сортами мировых стандартов. В этом роде. Вот. Это я уже не раз приводил пример, что представим себе, что кто-то в плавочках по Ледовитому океану купается. Представили? Долго он покупается? Вот такую судьбу, вот тем вот мировым стандартам уготовили в России в ледяной. И вот я сейчас пробую. А где поближе? Я Сибирь, вот Сибирь. Не собираюсь ничего доказывать, я просто хочу сказать. А где абрикосы? А? Набрал имени Лисовенко, абрикосат. Вот. Абрикос. Ну, начал-то от этого. Вот нашел. Тут, правда, тут же, оказывается, никого отношения к ним не имеют. Вот эти, то есть, тут особо выбирать-то не всё. Ну, вот выбрал. Что я выбрал? Ну, вот и выбрал. Ага. Имени Лисовенко. Ведущий институт Сибири. Водится этим, что он ведущий. Ну, облики, прижимолосеребина, вряд ли нас накормит. Ну, несколько яблонь сортов. Уже тогда, а уже это. Крупноплодная сланца. Боже мой, в каком веке вы живёте? Полу-культурная, это понятно. Полу-дикая. Вот. Слева. Так. Ни черта не разберёшь. Где, какие, вишни. Всё. А дальше уже пошли кустарники. И да, то, что чуть ли не дикоросы. Я уж не говорю про это самое. Про землянику и прочую рябину. Ну, в общем, поняли, да? Ну, ещё нашёл одну. Опять Лисовенко. Правильный лист. Яблонякультурная, яблонякультурная. Это ж какой год-то там хотя бы? Там был 2000... А, вот это вот. Ну, тот был точно 2017 год. Совсем слабенький этот каталог. Культурная, яблонякультурная, яблонякультурная, культурная. Трёхлетка. Господи, да разве можно трёхлетки-то продавать? С ума посходили. Нам одни обрубки корней будут. Полу-культурная яблоня. Полу-культурная, 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 полу-культурная. Стланцы надо только... Ну, Стланцы, понятно. Ну, Сибирь, она большая, Стланцы тоже нужны. Вот. Яблони красно-листные. Господи, это же... Это же, по-моему, чуть ли не... Чуть ли не сказал слово, дичок. Дальше пошла вишня, припиха, все. Вот ведущие это.